Телеканал Ноябрьск 24 продолжает свою работу. 11 февраля Ноябрьск присоединится к всероссийской акции «Лыжня России». Может ли поучаствовать в спортивной гонке неподготовленный человек и может ли погода изменить планы организаторов? Нам расскажет директор Центра проведения спортивных мероприятий физмассовой работы в Ноябрьске Александр Швецов. Александр Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, уважаемые зрители. Подскажите, пожалуйста, могут ли неподготовленные зрители, да, наши, поучаствовать в этой спортивной гонке все-таки? Если говорить о всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», то в ней может участвовать и старый млад. И если говорить о подготовленности и неподготовленности, то если мы рассматриваем это соревнование как для людей подготовленных, так и людей неподготовленных, в зависимости от целей. У спортсменов они всегда были эти цели. Быстрее, выше и сильнее у спортсменов. Да, они сильны духом, они сильны характером. Есть люди, которые ставят перед собой задачи, такие, как победа лично над собой, выходя на данную гонку, они ставят перед собой определенные результаты. А есть любители, те, которые приходят в выходной день для того, чтобы побыть с друзьями, побыть с семьей, поучаствовать, просто пройти. Я думаю, что для этого нет никаких ограничений, и они могут поучаствовать. То есть пускаете абсолютно всех, независимо от физподготовки. Совершенно верно. Лыжня России, откуда такая идея пришла и давно ли она в Ноябрьске? Цель ее какова? Идея очень давно, она идет от Минспорта, лично от председателя Федерации Елены Вяльбе. В Ноябрьске «Лыжня России» проводится с 2009 года, то есть город Ноябрьск проводит 9-й год, 17-й будет 9-й год поведения. Следующий юбилейный. Да, следующий год будет юбилейный. В этом году проводится 35-я «Лыжня России». То есть она еще получается с советского времени. Совершенно верно. Это соревнование. Да. Здесь все-таки идет борьба, то есть важно какие-то результаты на лыжне, каких-то результатов на лыжне добиться или все-таки личный какой-то зачет? Если говорить о результате, я опять же вернусь к тому, что спортсмены, они спортсмены, они друг друга знают, они борются, они в течение сезона стараются показать результат. Те, кто для себя поставил задачу, они ее выполняют. К чему надо быть готовым человеку, который придет, что придется соревноваться, кто быстрее придет или просто на время, то есть что там будут засекать, раз пришел и все. В любом случае, каждый участник, который будет участвовать в «Лыжне России», будет контролироваться по времени. То есть каждый участник получит свой результат. Независимо, сколько будет человек у нас в гонке. Каждый будет с результатом. Вы сказали и стар, и млад. То есть я правильно понимаю, что до скольки лет ограничений вообще нет у нас? У нас нет ограничений. А со скольки? И вот если несовершеннолетние захотят принять участие в «Лыжной гонке», то нужно ли им какое-то разрешение от родителей? Если несовершеннолетние хотят принять участие, никакого разрешения от родителей им не нужно. Мы ограничиваемся тем, что у нас участвует 2007 год и младше. Но отвечая на вопрос, что нет, не нужно. Но с 2007 года? 2007 год и младше. И младше. И младше. То есть мы можем участвовать годовалые и двухлетние. Был, по-моему, такая практика, была такая практика, что участвовал двухлетний ребенок, который встал и пошел. Ну, наверное, с помощью родителей все-таки. Конечно, конечно. Не сам отпросился. Мам, я тут. Конечно, да, совершенно верно. А самый, может быть, взрослый, опытный участник, помните, возраст? Нет, не могу сказать. Мы не мониторили так. Но рекорд можно ставить, я думаю, да? Да. То есть приходить в любом возрасте. Да. А как же зарегистрироваться на, собственно, Лыжню Россию у нас в ноябрьске? Как это сделать? Регистрация проходит с 6 числа по 10. Вы можете зарегистрироваться на лыжной базе в нашем центре. Время регистрации предварительное с 9 до 17.00. Если человек не успел до 11 февраля, ну вот так получилось, можно ли в сам день соревнований прийти? Можно. Можно прийти 11 числа утром с 9 до 15.00, получить регистрацию и выйти на старт Лыжней России. От того, когда зарегистрируешься, зависит ли, не знаю, место, номер или... Ну, это просто вот ни на что. Нет, не зависит. Опять же, если мы говорим о регламенте проведения Лыжней России, естественно, те спортсмены, которые занимаются, и мы знаем их результаты, они будут в первых рядах. Далее идут у нас юноши и девушки, и далее... Нет. Если мы говорим о времени регистрации, нет, это не будет зависеть. А будет ли это честно? Вот профессионалы-то в самом начале, да, у них такая фора будет. Это вот непрофессионалы, может, где-то вот, так сказать, позади. Все равно же они придут позже. Может, наоборот, переставить? Вот как раз я об этом и говорю, что первые ряды, это будут профессионалы. А, первые, это крайние. Первые ряды. Первые с линии старта. Ну, то есть они же все равно придут быстрее, чем непрофессионалы. Правильно я вас понимаю? Совершенно верно. Но это же не честно. Почему? Честно? Конечно. Они люди, которые готовятся, которые всю жизнь в лыжном спорте, я думаю, что, да, они должны стартовать первыми, в первых рядах. То есть для них это такая тоже будет какая-то очередная галочка, да, в их заслугах. Я правильно понимаю? Ну, понимаете, что, может быть, кто-то специально готовится из лыжников к лыжне России. Кто-то выводит пик в своей форме, может быть, на какие-то другие соревнования. Но для лыжников Ноябрьска, я думаю, это довольно-таки такое большое событие, где можно показать результат и показать свою спортивную форму. Как будут стартовать, раз мы об этом уже начали с вами говорить, все вместе или будут разбивать по группам? Мужчины, женщины тоже все вместе или тоже будут делить? Если говорить о группах, мы говорим о первой детской группе, это 2007 год и младше. Они у нас стартуют в первой группе, мы стараемся их провести побыстрее, в 11.30. Вот, пользуясь случаем, хотелось бы пригласить руководителей учреждений, руководителей предприятий, руководителей управления, в данном случае и администрацию города принять в ВИП-гонки. Когда будет она? Во сколько? Да, дистанция этой гонки мы хотели определить, это 800 метров. И если у нас изъявят такие люди или, будем говорить, директора учреждений, руководители, изъявят желание участвовать в этом, мы их запустим вместе с детьми, с детским забегом на 800 метров. Не обидятся ли они вместе с детьми? Я думаю, что нет. Но если вдруг у нас... Вы имеете в виду, что с детьми, чтобы просто пораньше, я правильно понимаю, из этих соображений? Да, совершенно верно. Чтобы не морозить детей, это очень важно. Мы запустим детскую дистанцию вместе с ВИП-гонками и сразу их наградим, чтобы у нас не было потом вопросов о том, что мы детей держали до конца всего мероприятия. Действительно, потому что может быть и прохладно. Нужно продумать все и наградить детей сразу, в том числе и наших ВИПов, которые захотят принять участие. Действительно, такой опыт есть, когда какие-то, назовем действительно, ВИПы участвуют в лыжной гонке в России. У нас пока еще никто не заявился, а прошлые годы что показали? Есть интерес? Интерес есть, участники были. Я думаю, что и в этом году уже есть желающие, которые хотят выступить в этой гонке. Но пока, может быть, стесняются. В общем, им надо посмелее заявляться уже. У нас регистрация с 6 числа. Еще такой вопрос у меня к вам. Вот дети у нас, самая младшая группа пройдет в 11.30. И дальше уже мужчины и женщины вместе или все-таки по отдельности? Следующая, она и называется массовая всероссийская лыжная гонка. Дистанция 5 километров, в которую бегут все. Все сразу? Все сразу, да. То есть мужчины, женщины, юноши и девушки по возрастным своим категориям, то есть это 99-й год и младше, 98-й год и старше, они бегут все вот именно в этой массовой группе. На то она и называется. 5 километров, то есть для ребят помладше 800 метров, правильно, да ведь я? И все остальные 5 километров. Как долго можно преодолевать эту трассу? Может быть, примерно по времени? Это час или полчаса, 20 минут? Мы сейчас не можем говорить, сколько это будет продолжаться. А по опыту-то? Продолжаться, я думаю, что не могу сказать. Потому что спортсмены подготовленные, они бегут 5 километров, кто за 17, кто за 15 минут. Ничего себе! Кто может быть еще меньше, да? В данный момент те, кто придут с семьей, с детьми, я думаю, что это будет намного больше. Но дождетесь всех? Конечно, конечно. К слову о том, про экипировку, как надо одеваться, особенно людям неподготовленным, потому что погода может быть разной. И предоставляет ли лыжная база, собственно, где будут проводиться соревнования, какую-то экипировку? Потому что не у всех, наверное, есть лыжи свои, палки. Как вот тут? На что рассчитывается? Если мы говорим об инвентаре лыжном, то есть палки, ботинки, лыжи, на данный момент лыжная база центра может обеспечить в пределах 260 человек. На той неделе мы получили еще 56 пар детских лыж, то есть от 28 по 34 размер. Я думаю, что где-то в пределах 260-300 человек мы можем обуть. В прошлом году сколько человек было на соревнованиях? В прошлом году было под тысячу. Ух ты, ничего себе. Как много, то есть интерес такой прям боевой у гаража. Мы проводили мониторинг проведения с 2009 года, значит, пик участия, количество участников, это был 11-12 год, там в пределах тысячи лишних человек был. Немножко потом пошел спад, но лыжный спорт в Ноябрьске, он был, будет и есть, и развивается положительно. Будем говорить так, что лыжная база работает, как бы в этом плане, что все идет по плану, все здорово. И лыжный спорт пользуется популярностью у жителей города Ноябрьска. Более 260 человек сможете обуть, да, дать лыжи в руки, но как стоит одеваться тогда вот одежды, которая есть, да, там потеплее кофточки? Или все-таки в процессе бега человек будет потеть и не надо, чтобы потом не простудиться? С собой захватить теплые вещи, вот как лучше по опыте? Ну, знаете, опять же, от интенсивности движения, да, участника, кто, какие задачи перед собой ставит. Если те люди, которые занимаются лыжами, они, естественно, да, у них там термобелье, специальный костюм. Легонькие, бегут такие в минусы. Да, они готовятся к этому, то есть они подготовлены. Те люди, которые ставят чуть больше, да, задач, пробежать на результат, естественно, тоже термобелье, что-то легкое, костюм. Ну, те люди, которые пришли просто в выходной день покататься или пройти шагом эти пять километров... Да, ну, естественно, здесь возникает риск того, что если одеться так, как одеваются лыжники, которые профессиональные, да, занимаются, это будет замерзнуть. Будем говорить, что лучше, да, какой-то утепленный костюм, куртку или штаны, я думаю, что это будет идеальный вариант для того, чтобы просто пройти, поучаствовать в данном случае в Лыжней России. Есть ли какие-то противопоказания по здоровью, в случае чего будет ли там дежурить скорая, вот как-то безопасность? Значит, обязательно скорая помощь у нас присутствует при данном мероприятии, ограничений никаких нет. По здоровью нет? Нет, но единственное, да, что каждый участник до 17 лет обязательно при регистрации представляет медицинскую справку, допуск врача. До 18? До 17, до 18, человек предоставляет допуск врача и он расписывается о своем здоровье, что он полностью несет за свое здоровье ответственность. Полностью за свое здоровье ответственность, совершенно верно. А массовые мероприятия, все равно, да, тем более вы говорите, что до 1000 человек доходит, безопасность будет как-то обеспечиваться? Да, безопасность будет обеспечена, она будет обеспечена согласно плану мероприятий, центра проведения спортмероприятий и физкультурно-массовой работы совместно с ОМВД города Ноябрьска. В этом году, я думаю, что я хотел бы предупредить участников Лыжни России, что пропускной режим немножко будет жестче, потому что есть правила определенные, которые мы должны выполнить. Паспорта надо с собой брать? Нет, паспорта не нужно. Единственное, что я понимаю, что может быть кого-то это и расстроит, может быть кого-то, но это нужно, это наша безопасность. Ну, спиртные напитки с собой нельзя проносить однозначно на спортивные мероприятия. Спиртные напитки очень большие будут проверяться. Ну, если человек идет в спортивном костюме и с лыжами, естественно, его никто трогать и проверять не будет. Я думаю, что вот этот момент, чтобы я призываю жителей наших, которые будут участвовать, они отнеслись к этому с пониманием, чтобы... Была обеспечена безопасность всех, да, в том числе и этих людей. Совершенно верно. Скажите, а погода, она может вмешаться, особенно у нас на Ямале, в планы таких уличных мероприятий всегда? Может ли она отменить само мероприятие? В регламенте проведения лыжни России есть такой пункт, что если температура ниже минус 25 градусов, значит, решение о отмене гонки или сокращение дистанции проведения данного мероприятия, она принимается главным судьей соревнований. Но, все-таки, если это будет ниже минус 25... А такое может быть в ноябрьске? Такое может быть в ноябрьске, совершенно верно. Да, гонка будет отменена и перенесена на... То есть, все-таки, ее не отменят прям совсем, то есть, ее перенесут? Перенесут на другие сроки. И сообщат точно так же, да? Конечно, обязательно. Готова ли, насколько сейчас готова лыжня сама? Что за работой осталось доделать организаторам? Лыжня готовится. Вот это действительно... А как готовится к ней? Что там укатывается? Наоборот, присыпается? Да, работает специальная техника, которая укладывает лыжню, закатывается, все готовится. Готовится стартовая поляна. Это где собираться все будет? Да, мы планируем на этой неделе провести субботник на лыжной базе для того, чтобы, будем говорить, приготовиться к встрече жителей города, не только нашего, но и других городов, которые приедут нам на лыжню. Я плохо знакома с нашей лыжной трассы, да? Скажите, там есть ли у нас какие-то крутые спуски, повороты, или она достаточно такая вот спокойная? Я вас приглашаю ознакомиться с лыжной трассой. Обязательно. Да, у нас есть три подъема, есть три спуска, которые могут как-то повлиять не на профессиональных спортсменов, но трасса лицензированная, она готовая. Но ощущения она добавит, вот эти спуски, подъемы, да, добавят ощущения тем, кто решит все-таки. Да, совершенно верно. Ну, а стоит ли ждать вознаграждения какого-то, будут ли дипломы, награды, или как? Во-первых, каждый участник лыжни, который выйдет на нее, стартанет и, будем говорить, пересечет финишную линию, получит шапочку официальную лыжней России и тот номер, под которым он бежал в гонки. И такие шапочки ведь есть у всех участников лыжней России по всей стране. Совершенно верно. На данный момент мы получили две тысячи шапочек, две тысячи, вот, и мы готовы к тому, чтобы выдать эти шапочки всем участникам, которые выйдут. Не те, которые зарегистрируются, а те, которые выйдут. Теплые. Да, теплые. И по непосредственно дистанции. Значит, мы говорили, что каждый участник будет отображен в стартом протоколе, в финишном протоколе по времени. То есть, если мы говорим по первой группе, где участвуют 2007 год и младшие, это у нас младшие школьники и детские сады, они готовят групповые заявки с допуском врача. Там первые три места мальчика, да, получат кубок. Мальчик, который займет первое место, он получит кубок, медаль и диплом. А если девочка вдруг займет? Девочка тоже займет первое место, тоже получит диплом, медаль. Медаль, да, да. То есть, мы награждаем в детской гонке и мальчиков, и девочек. В данном случае по возрастным группам по пяти километрам, значит, там все, то есть, 99-й младше, юноши и девушки получают также за первое место кубок, медаль и грамоту, за второе и третье место получают медаль и грамоту. И, естественно, мужчины и женщины получают за первое место кубки, дипломы и медали. Это задача, представляете, задача судей и коллеги зафиксировать 900 тысяч человек и определить в них каждого участника по каждой возрастной категории. Это очень-очень серьезная работа. Но насколько быстро она проходит? Там придется долго согреваться в ожидании результатов или как по опыту? Ну, мы сразу предупреждаем, жители нашего города, что у нас будет чай, будет стоять печка, в которой будет готовиться чай. Мы обеспечим всех горячим чаем. Согреться можно будет. Можно будет согреться, совершенно верно. Большое вам спасибо за то, что пришли к нам в студию. Обязательно мы с вами еще увидимся на Лыжне России. Александр Алексеевич, до свидания. Спасибо вам огромное. До свидания. Ну, а я напоминаю, что наша студия открыта для всех. Если у вас есть интересная тема для разговора, мы готовы ее обсудить. Телефон редакции 49 99 40. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова